ОКОН, том 8, вопрос 2048. Тема грех. Чем можно сегодня объяснить, что такие умные люди, образованнейшие представители своего времени, не служили Богу в миру? Или это позднейшее добавление к их биографии, что они шли в горы, в монахи? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На этот вопрос трудно ответить, потому что документов о том времени уже не добыть, да и документы-то все побывали в руках этих монахов, а они искусно подделывали, как хотели и что хотели. Этим пользуются всегда те, кто чтил в первую очередь ни Бога, ни Славу Иегове искала честь друг от друга и был социальный, конфессиональный заказ на биографию, и они переписывали такие биографии жития на свою колодку. Так даже Иоанна Кронштадтского католики называли своим латинянином, что Иоанн категорически отрицал, и святых еретики выдавали за своих, чтобы их авторитетом сломить непокорных. И во времена апостолов были поддельные подписи по иеретическими посланиями, что Павел и разоблачил. Второе филосолонтийцам 2.2. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Римлянам 3.8. И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. «Праведен суд на таковых», кавычки закрыты. Так что, может быть, все жития в этом плане, где говорится о знающих путь спасения, что они были монахи, весьма сомнительны. А может, и были они иноками. Значит, это поветрие, эта заноза сидела глубже, чем любовь к Богу, по слову его святому и неизменному. Исидор Пилосиотский. Память 14 февраля. Он происходил от благородных и благочестивых родителей, был родственник Феофилу, архиепископу Александрийскому и святому Кириллу, преемнику Феофила. С успехом, изучив светские науки и привыкнув к божественной премудрости, Исидор пожелал посвятить себя на служение Богу. Еще с молодых летах он оставил славу мира сего и богатства, и презирая знатность своего происхождения, и все почитая, как бы за прах, ушел в гору Феофилу. Пилосиотскую. Там, приняв иночество, он проводил строгую подвижническую жизнь, духовная мудрость и строгая жизнь Исидора собрали к нему многих ревнителей благочестия, которыми он избран был в стан настоятеля и пресвитера. С строгими подвигами и высокой образованностью преподобный Исидор приобрел себе такое уважение, что не только епископ и вельможи, но и сам император и патриархи Александрийские обращались к нему за советами и наставлениями, и он у всех был в большом уважении. Левки, 20 июня, память, как мальчик остроумный, все усваивший быстро и без особенных усилий, Евтропий с помощью Божией настолько успел в книжном учении, что превзошел в этом отношении многих. Притом он был кроток, преисполнен в смирении и послушании всем жившим в монастыре, он служил с усердием, и все любили Евтропия, одни за его добронравие и послушание, другие за его книжную начитанность и знания, дарованные ему Духом Святым. Блаженный игумен Никита представился ко Господу, когда Евтропию было еще только 17 лет. Несмотря на это, братья, посоветовавшись между собою, просили юношу еще непостриженного выночества быть их игуменом. Читай священное писание усердное, не по нужде, от скуки под давлением, псалтирь, затертую читай живым, не мертвым, читай от бытия до откровения, вначале сходу мало что поймешь, но возжигая душу, разгораясь посевом, станешь благодатным. Благодатный дождь начнет кропить на то, что умирает, читая ежедневно по утрам, вникая все, примеривая к себе, увидишь, не спасет ни царь, ни храм, поймешь, что в Библии спасение для людей. Запомни, если сможешь, наизусть стихи главы чудных изречений, во всех событиях за всем мой Иисус, раскаившимся, дарует прощение. Не заменяя ничем библейский строк, как ветхого, так нового завета, к отступникам Бога Егова строк лишает смысла своего совета, читая, развивая воображение, а если бы и я участник был событий тех и тяжких поражений, мой дом и я пошли бы на распыл. Уже известное, знакомое слово внезапно вспыхивает, это обо мне, и перечитываешь, читанное снова, переживания ближе и больней, феофилак блаженный растолкует, казавшееся ясным и понятным, с писанием и в стадии ликуют среди волков невинные ягнята. Ответ, как поступить, что только так, ответить на допросах и в беседах, вкушайте Библию в обед и натощак, она вам гарантирует победу. Игнатий Тихольевич Лапки, 6 июля 2003 года.